Микс Ньюс. День в день, час в час, минута в минуту. Радио. Добрый день, Ваджан Радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер. Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня климатолог Сергей Гулев. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните также из-за рубежа код плюс 371 и пишите по ватсап 230619. Сергей Константинович, по всему миру сегодня проходят эко-протесты. Недавно большой резонанс вызвало выступление юной Грады Тумберг на Генассамблее ООН, которая обвинила политиков в недостаточных действиях борьбы с глобальным потеплением. Что с климатом происходит сегодня? Насколько эта проблема велика действительно? Ну, что вам сказать? Конечно, проблема огромная. Проблема огромная. Проблема огромная. Это проблема изменений климата. Ну, если касаться научной части этой проблемы, то мы живем вот в такую эпоху, ну, если можно эпохой назвать там 100-150 лет, вот в эти 100-150 лет наблюдается глобальное потепление. Что значит глобальное потепление? Это значит, что в течение этого времени температура средняя по Земле, приземная температура увеличилась, ну, там по разным оценкам, ну, примерно около одного градуса. Вот примерно такая оценка. Ну, хороший вопрос, естественно, но насколько это, так сказать, чувствительно, насколько это значимо. То есть, с точки зрения науки это значимо, с точки зрения вот оценок, которые ученые делают, это значимо. С точки зрения обывателей, и не только обывателей, но и, так сказать, людей, политиков, там, людей, принимающих решения, строителей, там, людей, ведущих хозяйственную деятельность. Это тоже значимо. И значимо, в первую очередь, не то, что вот в среднем температура увеличилась, там, на 0,84 градуса. А значимо и важно то, что, во-первых, эти изменения происходят неравномерно. Ну, в частности, они наиболее сильно происходят в северных широтах, менее сильно они происходят в южных широтах, там, ну, не в южных, а в субтропических, в экваториальных широтах. Второй важный момент, что климатическая система, это такая сложная, вот, динамическая, очень, вот мы говорим, нелинейная по научному система, что вот это изменение небольшое выводит ее из такого состояния равновесия, в ней начинают происходить разные другие процессы, которые гораздо более ощутимы, и гораздо большее влияние оказывают на нашу повседневную жизнь, чем, ну, просто какое-то медленное повышение температуры. Ну, что это за процессы? Это, в первую очередь, экстремальные такие события, вот, ну, например, засухи, наводнения, очень сильная шторма в океане, очень сильные, допустим, интенсивные циклоны, которые выходят на сушу и выливают огромное количество осадков, там где-то образуется наводнение, и многие-многие вот прочие, там, такие вот экстремальные события, которые не характеризуются вот этой системой, выведенной из состояния равновесия. Вот замечательный и выдающийся российский, советский еще климатолог и физик атмосферы Александр Михайлович Кобухов в свое время сказал вот такую очень замечательную, всем понятную вещь, что с глобальным потеплением повышается нервозность климата. Вот мы как раз, то, что для нас наиболее значимо, то есть то, что для нас, то, что мы будем ощущать, в первую очередь, это вот эта вот нервозность климата. Ну вот, то примерно, ответ, я не знаю, ответил я на ваш вопрос. Ну, если говорить о повышении температуры, есть какая-то предельная точка, после которой уже начнутся необратимые процессы? Ну, тоже очень хороший вопрос. Есть определьная точка. На самом деле, там такой вот прям предельной точки ее нет, но считается, что изменение, вот, порядка двух градусов примерно, если вот за следующее столетие, или за текущее уже, надо говорить, столетие, температура повысится на два и более градуса, скажем, на два с половиной, то это может привести систему еще в более такое неустойчивое состояние. Это не значит, необратимые процессы, ну, понимаете, это вопрос времени, вопрос времени, на котором вы это рассматриваете. Что значит необратимые процессы? Вот, например, если мы с вами перестанем даже рожать, я не говорю о том, что уж остановим всю промышленность, там, и так далее, то инерционность вот этой климатической системы такова, что все равно, пусть медленное, но повышение температуры еще несколько десятилетий будет продолжаться. Поэтому, в общем, вот это антропогенное воздействие на климат, связанное с выбросами климатически активных газов, это такая долгоиграющая вещь, которая, ну, так сказать, реакция климатической системы, на которую достаточно длительная. Ну, вот и в последнем отчете IPCC, промежуточном таком специальном отчете, называется Special Report, там вот он весь был посвящен тому, что будет, если будет полтора градуса. Вот, ну, давайте рассматривать эти полтора градуса как последнюю рубеж перед тем, что вы, может быть, так по-бытовому называете предельной точкой. Ну, вот и какие факторы провоцируют изменение климата? Это какие-то естественные причины или есть еще другие факторы? Ну, тоже хороший вопрос. Климат меняется, это, опять же, вопрос временных масштабов. Вот часто, и здесь вот много непонимания и много, вообще говоря, таких, часто бывает, заявлений огульных и непрофессиональных. И я часто обвиняю в этом, в общем-то, медиа. Вот вас, не вас лично, но вот, так сказать, обобщенные медиа, которые с удовольствием как-то выхватывают из контекста факты, которые поддерживают глобальное потепление и, наоборот, опровергают глобальное потепление. И вот, значит, как-то начинают с ними манипулировать. Понимаете, климат всегда на Земле менялся, это правильно. И об этом часто люди говорят, что, а вот там много-много тысяч, допустим, 42 тысячи лет назад было очень холодно, а потом там 21 тысяча лет назад, там меньше, 12 тысяч лет назад было очень тепло там. И климат меняется по ряду причин. Ну вот, одной из причин является светимость Солнца. Светимость Солнца имеет очень длительные изменения, которые по разным маркерам, в том числе по берегу, могут восстанавливаться. И вот, например, мы знаем, что на рубеже 15-го и 16-го веков у нас была очень ослабленная светимость Солнца. И вот там был так называемый малоледниковый период, мандеровский минимум. И с тех пор температура как-то, значит, медленно повышалась. Но это маленькое изменение, на самом деле. Есть более сильные изменения, связанные, ну, например, с орбитальными факторами, когда у нас меняется, немножечко меняется наклон орбиты Земли, немножечко смещается, так сказать, изменяются параметры прецессии вращения Земли. Это тоже важнейший фактор. Вот говорят, а вот эти факторы, вы их недооцениваете. Как недооцениваете? Они очень важны, но просто они работают на очень длинном масштабе. Это порядка, там, десятков тысяч и сотен тысяч лет. Это вот цикл Миланковича. Это тоже, вот, они отбивают глобально большие, там, ледниковые периоды и межледниковые. Вот на фоне этого происходит в последние сто лет, вот, в постиндустриальную эпоху изменение климата, связанное с воздействием человека на климат, с, так сказать, выбросами антропогенными, антропогенным влиянием, с выбросами парниковых газов, которые меняют, собственно, радиационные эквиваленты на атмосфере, на верхней границе атмосферы и приводят к тому, что мы, вот, наблюдаем вот это, вот, глобальное потепление. Поэтому, когда говорят, вот, часто так медиа поступает, приглашают, там, в студию или отдельно даже берут интервью у какого-нибудь геолога вполне квалифицированного и разумного, и у какого-нибудь вот климатолога типа меня тоже относительно квалифицированного и разумного. И вот геолог говорит, что мы находимся на пути в глобальное похолодание, потому что, ну, условно говоря, там, потому что мы движемся в сторону вот такого-то и такого-то фазы цикл Миланковича. И он, наверное, прав, что там через 60, допустим, тысяч лет это похолодание наступит. Но данные, которыми он оперирует, вот, на шкале времени, которую он оперирует, вот эти 100 лет, о которых я говорю, они даже не видны. Это одна линия, одна линия, одна точка, и вот в течение нее может происходить при этом глобальное потепление. Ну, вот я как студентам объясняю, чтобы они поняли иногда. Вот если у вас, допустим, есть январь и есть июль, и какой бы ни был там теплый январь, и какой бы ни был холодный, там, последующий июль, ну, с Солнышком ничего не сделаете, а это тоже солнечный, так сказать, орбитальный фактор вращения Земли вокруг Солнца, у вас июль обязательно будет теплее января, да? Вот, пусть даже он будет июль 15 градусов, но январь, там, нулевой. Вот, все равно будет теплее января. Но это не значит, что февраль должен быть обязательно теплее января, потому что он ближе к июлю. Это даже не значит, что март должен быть теплее января или теплее февраля. Это вот называется внутри такой сезонной изменчивостью. Ну, и уж тем более это не значит, что там какой-нибудь 25 января должно быть теплее 24 января. Это погода, это вот внутренняя такая изменчивость атмосферы. Ну, кстати, и у климатической системы есть внутренняя изменчивость, и она в значительной степени связана с океаном. И вот на фоне этого тоже 100-летнего глобального потепления, которое мы наблюдаем, каждый следующий год не обязан быть теплее предыдущего. И есть там 10-летняя изменчивость, есть разные там моды изменчивости в атмосфере, которые связаны с собственными такими, называется собственные процессы, собственные интринсик моды, по-английски если говорить, изменчивости. Они накладываются на эту изменчивость, и, конечно, они создают проблемы вот в глобальном таком прогнозировании. Поэтому спрогнозировать, например, в среднем, что будет с климатом на 100 лет вперед, вот вы будете смеяться, если вы верите вот этим прогнозам экономического развития, прогнозам выбросов газов, на 100 лет вперед спрогнозировать легче, чем на 10 лет. Потому что на 10 лет у вас вся значительная часть изменчивости будет под воздействием находиться вот этих собственных мод изменчивости. Ну вот, переводя на тот простой пример, который я сказал раньше, то вот на межсуточную изменчивость, если хотите. Ну, понятно, я ответил. Сейчас небольшой перерыв сделаем, и потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем, это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня Сергей Гулев, климатолог. Здравствуйте, Сергей Константинович. Здравствуйте. И у нас есть звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Да, задавайте вопрос. Такой вопрос попалось на глаза исследование. Помните, бурили на станции «Восток» эту ледяную шапку, там, 3,5 километра бурения рекордная, там, занесенная в книгу рекордов Гимнесса и так далее. Ну, вот исследовали его состав, применительно к идее глобального потепления. И выявили закономерность, что связь антропогенных выбросов СО2 и потепление атмосферы взаимодействует прямо противоположным от того, как принято считать. То есть идет сначала потепление, а потом повышение СО2 в атмосфере. И правильно, как вы сказали, в результате сделали вывод, что в результате деятельности Солнца наступает потепление, и оно провоцирует уже выброс СО2 из Мирового океана. Быстро меняются слои, мы знаем, да, что Мирового океана... Да, задавайте вопрос, Константин, что вы гости пока есть. Да, большая концентрация СО2, и океан прогревается. Вот ваш гость, как может прокомментировать то, что идея Гора, которую высказал там в 2065 году с этим истерикой СО2, что он при изучении правильных данных делал прямо противоположные выводы. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо за вопрос. Это вот вопрос, который очень часто задают, и то, что является часто аргументом против глобального потепления. Значит, ну, я постараюсь кратко ответить. Ну, во-первых, из бурений на станции Восток и из других ледяных кернов, которые там в Геннадии, в частности, получали, вот точно установить фазовое рассогласование, на самом деле, очень трудно. Проблема состоит в том, например, там, вот говорят о 60-ти годах запаздывания, в 80-ти годах запаздывания, на коротких масштабах, на длинных, да, на длинных, там, говорят, более 100 лет. Но вот точность датировки вот этого керна, вот выборили керн и пытаясь продатировать вот конкретный сантиметр, из которого вы выделили пузырьки вот этого СО2 и восстановить там температуру. Вот точность датировки, она там колеблется от 50 до 150 лет. Поэтому все, что фазовое рассогласование, которое там менее 200 лет, их надо очень осторожно обсуждать. Второе, что, естественно, если у вас повышается температура воздуха, у вас повышается способность воздуха растворять СО2. Ну а, кстати, если вы нагреваете океан, то, естественно, тоже у вас повышаются выбросы, то есть чуть больше становится вот эта вот зона, где происходит выход СО2 из океана чуть меньше, уже становятся области субполярные, полярные и средних широт отчасти в Южном океане, в том числе, где СО2 уходит в океан. На более коротких масштабах, вот таких 100 лет, допустим, 70 лет, 10 лет, там в целом опережение СО2 по отношению к температуре существует. Хотя и его достаточно трудно, так сказать, определить. И вот недавно, ну относительно недавно, там пару лет назад, была статья, большая статья в Climatic Change, она была, кстати, статья российских ученых, что приятно, из института физики атмосферы, которые показали, что, вообще говоря, вот динамика опережений и отставаний температуры и СО2, она такова, что на коротких масштабах опережает, как правило, температура, то есть СО2 опережает температуру. На длинных, действительно, температура может опережать СО2, но сам факт того, что эти вещи согласованы и следуют друг за другом, он не противоречит никак, собственно говоря, вот идее глобального потепления. Потом, то упоминали Гора, ну, ведь у Гора не было никаких там своих идей, и это было, ну, как, то есть, его вот эта награда, которую он получил, вот часто, кстати, почему-то говорят, Гор и IPCC. Гор к IPCC никакого отношения не имеет, просто двум субъектам организации вот этой, International Intergovernmental Panel for Climate Change, и Альберту Гору, как индивидуальному, так сказать, лицу, независимо, за совершенно разные вещи, ему за фильм и какую-то активную там общественную деятельность, а IPCC за то, что называется Assessment Reports, вот, были вручены по половине вот этой премии, и в этом смысле Альберт Гор к IPCC не имеет никакого отношения. Он не профессионал, он человек, видимо, озабоченный этой проблемой, он человек, интересующийся этой проблемой, он человек, сумевший активизировать, так сказать, людей на то, чтобы заявить об этой проблеме, но в его вот этих, ну, заявлениях, в его представлении этой проблемы, я не знаю, хорошо это или плохо на самом деле, ей-богу, не знаю. С одной стороны, ну, вот, хорошо, что он привлек, был одним из тех, кто привлек внимание к этой проблеме. С другой стороны, ну, конечно, он там наговорил много всяких таких сомнительных вещей, глупостей, иногда даже уж, вот, не побоюсь сказать. Но, ну, вот его роль, вот она была оценена как роль такого, как бы, промоутера проблемы, скажем, да, вот, науки в его деятельности, ну, никакой особо и не было. Вот науку я вам очень кратко попытался рассказать. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии, звоните, пишите, также в WhatsApp 230-6191, и в Фейсбуке можно оставлять комментарии, они, кстати, к нам поступают, и, в частности, сейчас я зачитаю один из комментариев, который мы получили по Фейсбуку. Спрашивают, почему Гренландия раньше при Викингах была зеленой, а ведь тогда не было, кстати, никаких вредных производств. Да, Гренландия была зеленой, совершенно верно, и вот это тоже, я ответил на этот вопрос, это связано с очень длинными вот циклами, это было там сколько, очень много лет назад, когда у нас было вот это мощное межледниковье, и действительно Гренландия была зеленой, еще были ледниковые периоды, например, ну, вот последовавший за этим там ледниковый период, когда у нас в Северной Африке была, в общем, такие были тропики, субтропики, вот, которые вы сейчас можете на северном побережье Средиземного моря наблюдать, там свели сады, там не было никакой Сахары, по крайней мере, в Северной Африке, не было пустынь, и вот эти фараоны в своих колесницах ездили по вполне такой приятной, по приятному ландшафту, и не было там так безумно жарко летом. Это вот эти длинные циклы, на фоне которых, которые занимают несколько тысячелетий, вот мы же говорим о Вихингах, мы говорим о фараонах, вот говорим о них несколько тысячелетий, а мы с вами говорим сейчас о том, что происходит за последние столетия, начиная примерно с 1900 года. Поэтому противоречие в том, что в Гренландии там были, ну не вся она, но частично она была действительно зеленой, очень много лет назад противоречие в том, что вот, ну вот как там, такая есть корреспондентка тоже, которая там как-то с глобальным, не соглашается все с глобальным потеплением при отсутствии каких-то знаний элементарных, физических, как Юлия Латынина, вот, я писал ей ответ в газете РУ, давно тоже, или года два назад, вот она, а вот в Темзе водились гиппопотамы, когда-то там, в период одного из Межледниковий. Ну, может быть, и водились, я не знаю, проверять надо. Вот, но это не значит, что климат вот на длинных масштабах, действительно, он очень серьезно меняется. Вот, ни один климатолог вам не скажет, что там факторы вращения Земли, факторы изменения орбиты Земли, это важнейшие факторы, важнейшие, абсолютно важнейшие факторы. Просто они работают на масштабах десятков тысяч лет, тысяч лет, и иногда сотен тысяч лет, в зависимости от тех циклов, которые вы рассматриваете. А мы с вами рассматриваем вот этот период, сто лет, за которое произошло, кстати, изменение температуры, вот это один градус, которое никогда не происходило за такое время. Это не самое мощное, но это самое быстрое изменение температуры за всю историю человечества, не только человечества, а за всю историю Земли. Еще звонок у нас, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Антон. У меня такой вопрос. Ваш гость рассуждает в основном о климате, очень интересно послушать, но этот вопрос немножко по-другому заключается, почему шум начинается именно сейчас. Именно деятельность человека влияет на климат. Если там, как я раньше помню, в детстве читал, что если мы какой-то процент 3 или 4 процента будем уделять энергии, срезать свои 20, получаемые Землей и Солнцем, тогда уже произойдут и резкие более-менее изменения. Первое. Второе, конечно, учитывать надо и углекистый газ, и выбросы в атмосферу. И третье, конечно, наши отходы. Те же самые целлофан, пакеты, пластмасса, которая не гниет, которая сохраняется, если даже океан, ну не скажу, что он весь там плавает в океане, не видно воды, не видно, но наша деятельность увеличивается, увеличивается результат ее. Да, какой у вас вопрос? Какой-то вопрос, что хотелось бы узнать, вот такие цифры, именно какое влияние именно человечество за эти 100 лет энергичного развития, если продолжать это увеличение нашей деятельности, то когда-то наступит, через сколько времени можно ожидать уже необратимые какие-то... Да, спасибо, спасибо. Ну, понятно, вот вы вначале упомянули такой тоже вопрос, который часто задают, что значит энергопогенное влияние на климат. Вот если мы тут, грубо говоря, будем разводить костры, или мы будем там придумывать, там, строить здания, там, или строить какие-нибудь установки, которые сами по себе будут очень горячими, и будут греть, они действительно будут греть там атмосферу в некотором воздухе в ближайшей окрестностях. Вот это такое прямое влияние нагреванием, там, выбросами энергии, выбросами тепла. Это минимальное влияние, его можно даже не учитывать, это очень мало, вот поверьте мне, это очень мало. Основное влияние связано с тем, что делая вот все это, мы выбрасываем углекислый газ, и не только углекислый газ, мы выбрасываем несколько климатически активных газов, и вот эти газы затем путем сложных, там, химических превращений в атмосфере приводят к тому, что радиационный баланс атмосферы меняется таким образом, что происходит глобальное потепление. Вот это главный фактор. Вот это главный фактор. Ну, насчет того, вот когда, я вот, отвечая на вопрос нашей замечательной ведущей, сказал, что хорошо бы не перешагнуть к концу 21 века рубежа 2 градуса. Вот очень хотелось бы не перешагнуть. Это не значит, что 2 градуса это обязательно вот что-то такое катастрофическое. Но по многим оценкам это, так сказать, неприятное состояние для темной климатической системы. Неприятное с точки зрения вот того, о чем я тоже говорил, с точки зрения ее вот неустойчивости, с точки зрения вот нервозности климата. Ну, а на третий ваш вопрос, что мы, ну, мы же не только на углекислый газ выбрасываем, а прочие газы. Да, мы мусор не перерабатываем, мы пластик там. Ну, все это плохо. Это все плохо. Я не знаю, я не думаю, что это как-то влияет вот на климат, но все это плохо, это влияет на окружающую среду. Но вот я как физик, климатолог, я просто этим не очень занимаюсь. Сказать, что океан вот там загрязнен сильно, я океанолог пластиком или микропластиком, тоже особо нельзя, что вот... Ну, есть, есть, да, тенденция увеличения количества пластика в океане, особенно вот в центрах субтропических круговоротов. Но это немножко другая проблема. Она больше связана с, так сказать, с качеством среды, в которой мы живем. И будь эта среда там похолоднее или потеплее, если у вас везде будет лежать непереработанный мусор, или там валятся пластиковые пакеты, или дышать будет нечем, то, ну, лучше будет плохо. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, вот мировая экология, это, конечно, все хорошо. Не пустили туда Косачева, Рогозина. Так сказать, может, это и лучше, что не пустили. Занялись бы лучше Москвой непосредственно. Мусора вывозят уже в другие регионы. Да и в других регионах это ужас. Возьмите Медногорск или ее чеснице. Да, вопрос задавайте, пожалуйста, чтобы гостям... Скажите, пожалуйста, когда, наконец, вы займетесь собственными проблемами, а не мировыми. Спасибо. Спасибо. Ну, значит, что вам сказать, значит, я не занимаюсь вот проблемами переработки отходов. Ну, просто вот физически не занимаюсь, и, в общем, ну, я не специалист, поэтому я буду отвечать вот как обыватель. Как обыватель я осознаю, что существует, во всем мире, кстати, не только в России, существует проблема вот этой переработки мусора, что абсолютно безобразно она решается, вернее, не решается в России, не только в Москве. Я думаю, что надо создавать какие-то очень высокотехнологичные заводы. Вот я их видел в Австрии, например, по сжиганию, по переработке мусора, даже из него чего-то делать потом можно. Но это все должно происходить так, чтобы при этом сжигании не происходило выбросов там не климатически активных газов, а просто веществ, которые там отравляют всю окружающую среду. То есть это вот большая проблема, я с вами полностью согласен. Уж не знаю, в какой мере там Рогозин с Косачевым за это ответственны. Там другие, по-моему, люди за это отвечают. У нас есть министр природных ресурсов, который там что-то не делает, по-моему. Но это огромная проблема, и я вот как обыватель, я с вами обоими руками согласен. Как решить эту проблему, ну, не знаю, честно скажу, не знаю. Ну вот до звонка радиослушателя вы говорили о загрязнении воды в океане, рост уровня воды в океане. Какими причинами он обусловлен? Есть ведь несколько причин. Есть две главных причины. Ну, их несколько, конечно, но две главных, которые 99% изменения уровня океана определяют. Это первая причина – это потепление. То есть они обе связаны с потеплением. Первая причина – это прямая. Если вы нагреваете воду, то она расширяется в объеме. Это вот термическое расширение воды. Это, кажется, очень небольшая величина, если вы вот найдете в стакан 100 миллилитров и доведете его до кипения. При этом, чтобы вода не выпаривалась, придумайте способ. То у вас объем вот этой воды в стакане чуть-чуть увеличится. Вот океан такой большой, хотя и нагревается не до кипения, что вот это маленькое увеличение – это половина роста глобального мирового уровня. Вторая половина роста – это таяние ледников. Ну, я сказал примерно половину на половину, на самом деле, цифры могут разниться – 40 на 60 и так далее. Но повышение уровня мирового океана, которое, кстати, тоже происходит неравномерно, это один из самых неоспоримых сигналов, связанных с глобальным потеплением, с этими причинами. И эти вот 3 миллиметра в год, за которые любой ученый, вам физик, климатолог ответит, ну, по крайней мере, начиная с 92-го года. Это очень серьезная величина. Вот если вы просто на 10 лет помножите, у вас получится 3 сантиметра. И, конечно, для таких областей, как тропические острова Тихого океана. Ну, вот, например, для Сингапура – это колоссальная проблема. У них насыпной аэропорт Чингии, самый крупный аэропорт Азии, 67 сантиметров над уровнем моря. И они просто вот не знают, что делать с этим аэропортом. То ли новый строить, то ли этот подсыпать, то ли там укреплять его как-то и так далее. Потому что они верят, что, особенно при экстремальных каких-то подъемах уровня кратковременных, которые происходят на фоне вот этого медленного подъема уровня, этот аэропорт и размываться начнет, и просто его залить может. И много-много плоских островов, вы же знаете, в Тихом океане. В меньшей степени, наверное, наша страна подвержена этому. Россия там, ну, вот страны Балтии, наверное, меньше подвержены. Ну, допустим, где-то Голландия. Ну, у них очень хорошие дамбы, я думаю, что они спокойно могут жить. Но в целом они тоже очень низко расположены. Но это очень важный факт. Остается до конца эфира еще один вопрос, который, мне кажется, тоже связан с этой темой. Это озоновые дыры. Потому что в 1986 году, если не ошибаюсь, зафиксировали над Антарктидой озоновую дыру. И тогда, в общем-то, заговорили о выбросе Фреона, в частности, пытались как-то это дело ограничить. Насколько эта проблема сегодня велика, и что у нас с этим? Как у нас обстоит дело? Ну, что у нас с этим? В общем, не являясь специалистом по химии верхней, ну, не верхней, это стратосфера, но немного знаю эту проблему, конечно. Озон, стратосферный озон, действительно, его уменьшение этого слоя, стратосферного озона, оно может приводить вот к таким глобальным последствиям, в частности, значит, к истончению озонового слоя, там, к появлению озоновых дыр. В основном в Антарктиде, вы правильно сказали, хотя и в Арктике тоже есть такие эффекты. Степень, до которой озоновые дыры связаны с динамикой стратосферы, вот мы плохо, ну, не очень хорошо знаем динамику атмосферы приземной, хотя хорошо знаем, мы же прогноз погоды даем, тропосферу мы знаем очень хорошо, стратосферу мы знаем значительно хуже. Но, тем не менее, что-то знаем. Ну, вот уверенности в том, что выбросы фреона приводят непосредственно, обязательно приводят к, является главной, скажем так, причиной, но эта уверенность ставилась неоднократно под сомнение. В этом смысле Монреальский протокол, который запрещал, существенно ограничил использование фреонов, он был, видимо, полезен, потому что факт влияния антропогенной продукции фреона, он доказан, но является он главным или он является, ну, наравне с другими факторами, этого, вот так вот, явных доказательств я не видел, хотя, может быть, в последнее время, надо просто литературу посмотреть, там очень много людей работает, проблемы зоны ВДР. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен», климатолог Сергей Гулёв был с нами на прямой связи, спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо большое, спасибо.